всем привет с вами стокрафт идей и я ольга донская и сегодня мы делаем картину картину панно из фоамирана я взяла готовую рамочку из икеи в ней у нас есть задняя сторона стекло которое нам не понадобится сразу отложим его в сторону и я заранее вырезала лист картона точно по размеру этой рамки на нем мы будем работать фоамиран у меня глиттерный золотой фоамиран и бархатный черный наша картина будет декоративная и поэтому я из золотого фоамирана делаю широкое паспарту реже полоски 2 сантиметра шириной ими я обрамлю кусочек черного фоамирана так чтобы получилась еще одна дополнительная рамочка если вы не подписались еще на наш канал подписывайтесь нажимайте колокольчик и тогда вам будут приходить сообщения о всех новых самых интересных мастер-классах вырезанные полоски я наклею при помощи клея пва в этой работе я вообще все буду клеить при помощи столярного клея пва нам нужно совместить уголочки и обрезать их на 45 градусов можно сделать при помощи транспортированная просто наложу один угол на другой и обрежу по диагонали у меня получился точно угол 45 градусов дальше начиная с золотых полосочек я приклеиваю клеем пва все это на основу можно использовать как я мастихин чтобы наносить клей тоненьким слоем для этого клей должен быть очень густой примерно как вот я использую либо использовать кисточку я наклеиваю последовательно детали рамки и черную серединку фоамиран клеится очень легко стараемся чтобы не оставалось зазоров теперь берем вот такой вот цвета золотой песок или коричневый фоамиран из него мы будем делать перо жар птицы или перо павлина я рисую форму для перышка если вы совсем не умеете рисовать и форму перышка изобразить для вас сложно в ссылке под видео в описании я обязательно оставлю ссылочку на нашу группу там я выложу шаблон то есть вот это вот перышко которое я сейчас вырежу я специально для вас сфотографирую на миллиметровой сетке при желании можно будет использовать именно этот шаблон и сделать картину такого же как у меня размера у меня она размером альбомный лист или а4 либо по миллиметровой сетки увеличить до любого нужного размера теперь нужно создать детали пера я их нарисую с обратной стороны вначале нарисую окружность потому что верхняя часть пера павлина у нас как бы имеет глазок и линию центра пера вот так вот я для себя примерно наметила и теперь буду вырезать прямо ножничками контуры которые у меня будут изображать отдельные детальки пера чтобы они выглядели реалистично я их буду все делать немножечко с разными изгибами то есть что-то попрямее что-то более такое извилистые где-то оставлять зазоры побольше для того чтобы получился реалистичный рисунок перышка такой мотив я выполняю с двух сторон пера симметрично вот так должно получиться прикладываем наше перо проверяем размеры по моему смотрится отлично и продолжаем работать над окружностью здесь я наношу более такую меньшую окружность по размеру это будет сам глазок пера и точно так же все что у меня оказалось вокруг этого глазка я надрезаю узкими длинными такими вот линиями оперения и точно так же стараюсь чтобы эти линии были извилистые чтобы они все шли радиально и чтобы они все были немножечко разные то есть как у настоящего перышка и 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 получаться. Я делаю сперва одну сторону, вырезаю, потом точно таким же способом надрезаю вторую сторону. И вот что выходит в итоге. Силуэт пера золотой готов. Клеим его точно также клеем ПВА. Я использую мастихин, наношу тонкий-тонкий слой, стараясь промазывать все детали перышка и наклеиваю при помощи салфетки на основной фон. Единственная сложность, даже несмотря на то, что клей вот очень густой у меня, все равно какие-то частички клея, они попадают между детальками оперения. Поэтому перед тем, как наклеивать, нам придется протереть с лицевой стороны все, что у нас попало на лицевую сторону у перышка. С фоамирана это все удаляется из глиттерного очень легко. И после этого уже наклеиваем. И точно так же промокаем все это салфеточкой, чтобы у нас клея нигде не было видно. Если мы изображали пирожера птицы, то на этом этапе уже можно останавливаться. Но у нас павлин. А у павлина есть еще цветной глазок. Он бывает голубой, синий, синий, зеленый. Ну вот у меня есть зеленый глиттерный фоамиран. Соответственно, я вырезаю такую немножко неправильную окружность из зеленого фоамирана. И периметр окружности тоже надрезаю уголками. Кстати, этого можно не делать, но я сделаю. Так будет смотреться декоративнее. И наклею еще один элемент внутри глазка. Такой вот как бы как полумесяц. Я его сделаю из золота и из серебра. Более широкая деталька у меня будет серебряная, более узкая будет золотая. Но опять-таки это уже декоративные элементы. Это на ваше усмотрение. Если нравится украшать, украшаем. Если кажется, что работа слишком мелкая, можно уже вполне остановиться. И я точно так же все буду последовательно намазывать клеем и приклеивать. Все тем же к самым клеем ПВА. В данном случае в этой работе это удобнее, чем любой другой способ. Еще из серебряного фоамирана я добавлю среднюю линию перышка. Тоже ее можно сделать и из блестящего фома. Можно сделать, допустим, из стразов, из жемчуга. Тут уже тоже ваша фантазия. У меня будет вот такая вот полосочка. Потом я ее еще дополнительно немножко декорирую жемчужинками. На подготовленную детальку наносим аккуратно клей и приклеиваем ее в нужное место. Чтобы поддержать золотой цвет рамки, я добавлю буквально несколько золотых штрихов на само перо. Сделаю тоже среднюю линию перышка у основания золотого цвета. Вот так это будет смотреться. И в верхней части пера тоже добавлю золотых элементов. Вот золотой полумесяц, как я и обещала, на глазок пера наношу. И еще сделаю буквально несколько штришочков. Тоже такого же золотого яркого цвета. Продолжение следует... Золотистые элементы точно так же приклеиваю клеем при помощи салфетки. Осталось добавить в нашу работу еще немножко блеска и гламура. Я использую самоклеющиеся жемчужинки. Такие жемчужинки продаются в магазинах для творчества. Они сразу имеют такой силиконовый слой клеевой. И их просто отрываем от основания и наклеиваем. Можно обойтись обычным жемчугом, но тогда его придется подклеивать. Либо на горячий клей, либо на клеи типа космофена. Вот так выглядит у меня обрамление жемчужное. Я добавляю еще буквально несколько штришочков в разных местах. И у меня получается по-настоящему роскошное сказочное перышко. Мне кажется, с декором можно остановиться. И осталось сделать рамочку. Рамочка у нас очень простенькая, икеевская. И я наношу на нее цвет белоперламутровый. Он у меня гриловой краски называется серебряный. В действительности это такой белый жемчужный перламутр. Цвет рамки на ваше усмотрение. Главное, чтобы он перекликался с каким-то одним из цветов вашей работы. Окрашиваем обязательно рамочку, чтобы она у нас была красивая и блестящая. Хорошенько просушиваем и вставляем туда нашу работу. Вот то, что у меня получилось в итоге. Если нравится, не забываем поставить лайк, подписаться на наш канал. И, конечно, присылайте в нашу группу фотографии ваших работ. С вами была я, Ольга Донская. До свидания.